Памятник Владимиру Ильичу Ленину работы скульптора-монизера – одно из главных мест паломничества тех, кто помнит, как идти по Ленинской тропе. В день памяти главного российского революционера к монументу пришли многие. Большинство из них застало эпоху, провозглашенную Ильичу, и до сих пор помнит данные под красным стягом клятвы. Как-то мы всегда говорили, что на примере Ленина мы учились всегда быть дисциплинированными, ответственными и уважением к старшим. Под эгидой Ленина активно развивался и региональный туризм. Памятные места, связанные с революционером, есть во многих городах России, на берегах Туманного Альбиона и даже в Швейцарии. Однако родился Ильич у нас на Волге. После смерти Ленина началась мемориализация. События, связанные с увековечением его памяти, наверное, самыми первыми произошли у нас, в нашем городе. И поэтому, естественно, что весь период, советский период, главными достопримечательностями нашего города были места, связанные с именем Володи Ульянова и его семьи. Воспитание на примере Ленина начиналось в Советском Союзе с ранних лет. Октября – это пионеры. Клич всегда готов. Многие жители страны Советов с теплотой вспоминают все годы. Я была и октябренком, и пионером, и комсомолкой. И должна сказать, что прекрасные мои воспоминания детства и юности связаны с этими организациями. И вспоминая свой опыт, я не помню ничего такого сильно политизированного. Я помню дружбу, я помню мир, я помню труд. Я помню вот это время, когда мы с огромным оптимизмом и радостью смотрели в будущее. Смотреть на Ленина можно под разными углами. Необычные ракурсы делают его личность более рельефной, живой. Однако масштаб деяний Владимира Ильича, перемен, запущенных им не только в стране, но и в мире, невольно заставляет его бронзовить в глазах людей. Ленин для меня это гений человечества. Это человек, который во многом изменил мир. Гений это мыслитель. Гений хотел сделать так, чтобы человечество жило лучше, справедливо, чтобы люди были равны все. 99 лет отделяют нас от Владимира Ленина. Но плодами созданного им государства мы живем и по сей день. Как и его мечтой, которую и сегодня разделяют многие наши современники. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73.